Добрый вечер, сегодня четверг, а это значит, что на телеканале Видное ТВ прямой эфир. В студии Юлия Погосян и наш сегодняшний гость, главный врач Видновской клинической больницы, Бутай Гайдарович Бутаев. Бутай Гайдарович, добрый вечер, спасибо. Добрый вечер, Юлия. Посетили нашу студию и у нас просто невероятный информационный повод. Буквально на днях Видновская клиническая больница отметила свое 60-летие. Был грандиозный праздник в детской школе искусств, было много гостей, теплых слов. Какие впечатления остались от этого дня, потому что я знаю, что давно не отмечали так масштабно юбилей ВКБ? Впечатлений масса и все они достаточно позитивные. И что касается празднования, то его не было никогда, ну по крайней мере по нашей информации за 60 лет. И очень было приятно не только мне, а абсолютно всем нашим сотрудникам, в том числе и ветеранам нашей медицинской службы, которые у нас когда-то работали в больнице, услышать такие вот хорошие пожелания, добрые, со стороны нашего главы Станислава Анатольевича Катарова, со стороны замминистра здравоохранения Штукина Алина Сергеевна, со стороны всех наших гостей, со стороны Совета депутатов Черникова Леонидовича. И все награды, которые давались нашим сотрудникам, медработникам, они действительно подчеркивают работу наших сотрудников и отдачу своих сотрудников именно вот этой профессии. И, честно говоря, это было очень много хороших отзывов со стороны сотрудников, ну и в принципе всем нам очень приятно, что нас ценят. Достаточно была большая делегация наших друзей, это все структуры, руководители всех структур нашего Ленинского городского округа. И, знаете, до глубины души очень это приятно, и все мы тронуты этим вот вниманием и этим событием. Ну а как прошел праздник, подробнее мои коллеги подготовили сюжет, давайте посмотрим. Давайте. Вот уже 60 лет сотрудники Видновской клинической больницы стоят на страже здоровья не только жителей нашего муниципалитета, но и из других регионов России и даже из зарубежья. На протяжении 60 лет своим трудом они вносят огромный вклад в развитие клинической практики. Медики ежедневно спасают жизнь и здоровье десяткам тысяч пациентов. По этому случаю глава Ленинского городского округа Станислав Катаров лично поздравил персонал больницы. Хочется каждому из вас пожелать огромных успехов в дальнейшей работе, сказать о том, что вы большие молодцы, мы вас очень ценим, любим, знаем, что в любой сложный момент мы сможем каждый из нас к вам обратиться, и вы поможете. И когда жители в этом уверены, уверены в том, что все будет хорошо, когда они обращаются к нашим врачам, это стоит очень дорогого, это чувство уверенности в завтрашнем дне. Торжественное мероприятие посетила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина. Она передала поздравления от министра здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка и первого заместителя председателя правительства области Людмилы Балатаевой. Я вам желаю дальнейших успехов, я вам желаю испытывать то чувство, когда ваша работа – это ваш второй дом, что ваш коллектив – это ваша вторая семья. Не терять в себе вот это вот стремление помогать людям, это дорогого стоит, сохранить в себе на протяжении всей своей профессиональной деятельности такие качества. С праздником! Руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Подмосковью Леонид Калимуллин также выступил со своими пожеланиями. Желаю вам, вашим детям здоровья, благополучия и большого счастья вам. Спасибо! Евгения Петровская работает в Видновской клинической больнице 35 лет. Сейчас она занимает должность заведующей кабинетом трансфузиологии. Профессию медика выбрала еще в детстве, потому что всегда хотела помогать людям. Настроение очень праздничное, торжественное. Такие моменты, они заставляют в душе что-то перевернуться и оценить важность прожитых лет, потому что обычно мы об этом не думаем. Во врачебной амбулатории поселка Володарского вот уже 51 год трудится Антонина Тугалукова. В настоящее время она работает медицинской сестрой в физиотерапевтическом кабинете. Мне нравится лечить людей. И приходят вот уже ко мне дети, которые уже своих детей имеют. Все здоровые, все хорошие, все благодарные. Именно такие люди создают крепкий фундамент для новых поколений медицинских работников и являются достойным примером высокого профессионализма. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Бутай Гадарович, ну вот на слуху, конечно, такое понятие, что видновская клиническая больница просто флагман учреждения здравоохранения у нас в Московской области. Об этом говорят многие. Я уверена, что это так и есть. И уверена в том, что именно ваша заслуга в том, что ВКБ сейчас одно из самых лучших учреждений здравоохранения в области, а может и даже в России. Юлия, спасибо за оценку. Это действительно мы являемся флагманской, видновская клиническая больница является флагманской больницей нашего региона. Это заслуга больше всего не моя, а все-таки команда, коллектива, который действительно сплотился, который действительно достаточно интересно реализовывает все свои мысли, проекты, которые видны и воспринимаются нашим Министерством здравоохранения. Но в рамках такого высокого звания, как говорится, нетрудно поднять, взять высокую планку, труднее ее удерживать. Мы эту планку подняли уже давно, используя, конечно же, достаточно глубокий потенциал наших сотрудников, профессионализм наших сотрудников. И всем даже это интересно. Даже интересно участвовать во всех событиях, которые помогают реализовать разные проекты. И в рамках проектной деятельности мы являемся еще центром компетенции Минздрава. То есть все проекты федеральные, региональные, локальные, они все у нас проходят в нашем регионе через нашу больницу. Тестируются, да? Абсолютно все, да. Ну, честно говоря, это такое высокое доверие от нашего Минздрава. Большая ответственность. Колоссальная ответственность. Ну, вы знаете, зато это вызывает такой высокий интерес к своей деятельности, к своей профессии. Особенно, когда тебя слышат, когда на тебя ориентируются. Это стимулирует достаточно многим другим событиям. И создание новых проектов. Поэтому, конечно, понятие высокое флагманское, но оно за собой ведет все-таки такую интересную работу. Большую работу. Большую работу именно команды, именно коллектива. Поэтому считаю, что заслуга все-таки этого, заслуга всего коллектива и командная работа. Да, я думаю, очень приятно будет каждому сотруднику это услышать от руководителя. Бутай Гадарович, ну, а сколько сегодня, на сегодняшний день поликлиник и амбулаторий в рамках нашей клинической больницы? Ну, у нас три стационара, как вы знаете. Общий коечный фонд, это 539 коек. Также у нас две. Одна большая взрослая поликлиника, есть еще вторая поликлиника. Номер два находится в зеленых аллеях детская поликлиника, 9 амбулаторий, 3 ФАПа и, значит, 3 офиса врачебной практике. Ну, какое достаточно. Большое хозяйство. Большое, но будет еще больше, потому что округ растет, население увеличивается. И, конечно, это естественно, что необходимость в новых медицинских учреждениях появляется. Так, вот сейчас идет строительство новой поликлиники в микро-районе Купеленко на улице Березовой на 750 посещений в смену. Вот строители вроде как обещают нам ее уже сдать к лету следующего года. Что там будет, чем она будет оснащена? Вы абсолютно правы, Юрий. Действительно, в том плане, что потребность в этих лечебных учреждениях, она растет прямо пропорционально застройке нашего городского округа. И, вы знаете, это самая большая проблема, когда лечебные учреждения догоняют в потребности сами застройки. Но это достаточно большая работа, и мы как-то решили пойти совсем другим путем. Мы разделили наш городской округ на три части, на три зоны, так называемые. Это запад, восток, центр. Почему именно было такое решение? Это для того, чтобы дать именно в этих зонах необходимое количество посещений и лечебных учреждений. Так, в целом, может быть, допустим, по всему округу хватает, нет дефицита. При том, при том, как должен пациент доехать до этого лечебного учреждения. И мы на площадке Минздрава достаточно интенсивно обсуждали ситуацию и пришли к тому, что нам нужно именно это делать по зонам. И вот одной из такой зон, которая действительно является, скажем так, проблемной, у которой есть колоссальный дефицит поликлинических служб, это является центр. Поэтому это город, город видное. И тоже, значит, достаточно было непросто, значит, много это обсуждалось, это привело к строительству, проектированию строительства поликлиники. Ну, мы ее называем Сопронова. Значит, на 750 посещений, это 500 посещений взрослого населения, 250 детского. Но, знаете, мы постарались в этой поликлинике, ну, сделать все. Уже на постоянной основе, на такой негласной договоренности за строительством и с администрацией нашего городского округа, мы участвуем в создании МТЗ, медико-технического задания лечебного учреждения. Это действительно облегчает и передачу этого учреждения, и создание там тех направлений, которые действительно актуальны для этой локации этого учреждения. Здесь, в этой поликлинике, мы постарались, как и во всех других, постарались создать некие там зоны, профильные зоны, для того, чтобы уменьшить количество пересечений во время перемещения в поликлинике. Ну, и, соответственно, чтобы не было смешения потоков детского и взрослого населения. Достаточно интересные там будут мероприятия. И со временем, даже после того, как мы даже это МТЗ создали, мы все равно оставляем какой-то некий люфт для того, чтобы мы могли еще сделать это более современно. Значит, она будет оснащена практически всем тяжелым оборудованием. Это ИКТ, МРТ, это рентген, флюорограф, маммограф, это эндоскопическое отделение гастроскопии, оконоскопии, это отделение функциональной диагностики. Ну, то есть мы постарались ее максимально так наполнить. Думаю, что вот мы сейчас участвуем в таком интересном проекте на базе нашей больницы, в нашем регионе, значит, на базе МОНИКИ, на базе нашей больницы созданный региональный эндокринологический центр. Мы запустились в возрослые поликлиники. Думаю, что там мы это сделаем более лучше, где действительно будут все необходимые исследования будут происходить в одном здании. Интересный проект, в котором мы достаточно тесно общаемся с обществом диабетиков. Это, значит, и там, вот в рамках этого эндокринологического РЭЦ, так называемый, в рамках этого центра можно будет не только обследовать своевременно, значит, полностью пациентам, но еще и откорректировать его лечение, значит, проводить школы, диабетические школы, значит, и другие мероприятия. Ну, это один из примеров того, что можно там сделать. Значит, также у нас есть потребность достаточно серьезная, это все-таки в пригороде лесном. Да, кстати, она просто колоссальная, эта поликлиника, самая масштабная, наверное, будет у нас в округе. Вы знаете, как заявляли, по крайней мере, застройщик, самолет, сказал, что это достаточно много где строят, и сказал, что самолет это самая большая поликлиника в нашем регионе, это на тысячу посещений, 500 взрослого и 500 детского. Мы действительно понимаем, что этот ЖК-пригород, он быстро заставил, очень интенсивно строится, заселяется, и даже, вот, понимая такую ситуацию, даже сам застройщик, значит, нам дал офис врачебной практики, который мы запустили пару лет назад, и где мы его наполнили узкими специалистами, опять-таки прикрепляются жители оттуда в Молоковскую амбулаторию, и там мы наполнили узкими специалистами. Все равно этого недостаточно. Все равно есть проблема с трафиком, есть проблема с доступностью, поэтому это очень актуальный проект, и еще плюс ко всему строительство этой поликлиники сдвинули на два года раньше, из-за вот такой вот востребованности и так далее. То есть она на два года раньше будет сдана в эксплуатацию? На два года раньше она начала строиться, ну, по крайней мере, вот по первичной документации. И действительно это хорошо, и там тоже мы составляли МТЗ, этой поликлиники тоже мы распределяли кабинеты по определенным там зонам, профильности и так далее. Так что думаю, что там будет все хорошо. Но это не единственная поликлиника, которая будет построена в пригороде Лесном. Но это поликлиника, о которой у нас есть сюжет, и уже можно увидеть и услышать, что там будет такого интересного. Давайте посмотрим. В жилом комплексе пригород Лесное продолжается строительство одной из самых крупных поликлиник Подмосковья. Она рассчитана на тысячу посещений в смену для 500 взрослых и 500 детей. Строительство поликлиники началось в мае 2023 года. На данный момент готовность объекта составляет 70%. В настоящее время выполняются внутренние отделочные работы. Продолжается работа по прокладке внутренних инженерных сетей. Завершены работы по монтажу лифтов. Завершены работы по устройству первого слоя кровли. Завершены работы по подключению нормальных сетей теплоснабжения, водопровод, канализации. Большая часть работ уже завершена. На данный момент производится обустройство кровли, внутренняя отделка помещений и облицовка здания. Полное завершение всех работ по строительству, поликлинике и благоустройству прилегающей территории запланировано на конец 2024 года. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. Застройщик, конечно, очень интересное место здравоохранения нам обещает. А по срокам что-то сейчас известно. Мы поняли, что на два года раньше начали строительство. Окончание это начало следующего года, 25-го. Начало? Начало следующего года, второй квартал, может быть, третий. Они и так идут ускоренными темпами. Здесь не только нужно достроить поликлинику, нужно ее оснастить, нужно ее комплектовать. И персоналом, в частности. И это тоже. И надо ее лицензировать на все необходимые виды деятельности. Ну и персоналом, конечно, это самая большая, как говорится, сложность, скажем так. Но у того же самого застройщика, у самолета, они всем тем жителям, которые приобретают квартиру, квартиру в этом жилом комплексе, ну, естественно, по согласию жителей, они записывали, кто он, сотрудник ли он, есть ли у него образование, значит, как медицинское, есть ли у него, значит, может ли он работать там воспитателем, преподавательным, учителем в школе, да. То есть, вот такого рода. И на самом деле мы, значит, мы уже связались с тем количеством этих жителей, которые заявляли себе. Ну, опять-таки, это удобно, да. То есть, допустим, там... Ну, конечно, работа рядом с домом. Конечно, вышел из дома, прошелся и так далее. Ну, понятно, что большинство хочет работать из-за близости в Москве, но мы уже идем к тому, что разница в зарплате, она уже уменьшается с учетом наших новых указов президента. Мы четко исполняем эти указы по средней заработной плате, по социальной поддержке наших сотрудников. Поэтому я думаю, что, хоть это и сложный вопрос, но надеюсь, что мы его решим. Но еще хочется отметить, что обе, да, эти поликлиники, будет травмпункт там, помимо отделений взрослого и детского. Ну, по крайней мере, в Купеленьке точно. Это точно, да, потому что мы действительно выделяли эту зону. Есть в этом потребность. Есть один из наших проектов, который мы анонсировали на наш регион. Это травмпункт в детской поликлинике. Мы вот сейчас у нас идет ремонт детской поликлиники. Мы уже учли это, да, то есть создали именно потом как сектор, где будет первичный прием травматологический и повторный прием, и близость к тяжелому абортунию, это ИКТ, МРТ, рентген. Достаточно интересный проект со своим там ресепшеном и так далее. Поэтому это, вы знаете, сейчас у нас, где мы принимаем наших жителей, оказывая травматологическую помощь, это в основном стационарные, ну и Бутово парки. Да, да. Но идет смешанный поток. Это и взрослые дети. Ну, это, сами понимаете, да, когда тяжелый, там, пациент, получивший там тяжелую травму, находится рядом с ребенком, ну, это как-то немножко... Ну, уже не современно, наверное, как минимум. Совершенно верно, да. Поэтому надо это сделать все раздельно, мы к этому идем. У нас есть этот проект, мы его в Минздраве обсуждали, мы написали положение по этому проекту. Сейчас этот проект транслируется и дальше по региону. Так что я думаю, что это будет востребованное отделение, и оно будет организовано и в Сопроново, и в Пригоде Лесном, и в детской поликлинике. Видно. Да. Ну, вообще, новаторских решений их очень много. В частности, открытие отделения вызовов на дом. Тоже в новой части города Видное. Оно было открыто. Вот буквально в начале этого года. У нас есть, конечно, сюжет, чтобы наши телезрители посмотрели, как там все оборудовано. А потом хотелось бы, чтобы вы расширенно объяснили, чем оно занимается. Давайте посмотрим сюжет. На входе неприметная вывеска, которая вряд ли что скажет непосвященному. Внутри все напоминает обычный офис или колл-центр. Но в прихожей висит униформа с логотипами Видновской клинической больницы, а в кабинетах можно увидеть медицинские чемоданчики, которые правильнее называть укладками. Таким образом, кое-что начинает проясняться. Обычно было как. Сидит врач на приеме с утра до обеда и после обеда начинает ездить по домам, по вызовам. Ну, понятно, что здесь получается, что доктор не очень может правильно спланировать свое рабочее время, рабочий график. Таким образом, мы создали отдельную структуру, которая возьмет все вызовы на себя с отдельным штатом, который позволит увеличить доступность пациентов на местах. Поздравить медиков с новосельем приехали исполняющие полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров и председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко. Главное, что стоит отметить, аналогов таким отделением вызовов на дом в России нет. Это пилотный проект. Проект, который был нами создан. И сейчас, в данный момент, он транслируется дальше и на региональный, и на федеральный уровень. Главная особенность проекта – вся информация будет собираться и храниться онлайн. Это касается и электронных медицинских карт, и выписки больничных, и списков вызовов. У каждого врача на выезде будет персональный ноутбук. Онлайн-таблица. Они утром приходят, у них уже все расписано. Какие вызовы нужно сделать неотложные, какие пришли от скорой помощи, какие... Сюда же у нас входит и патронач новорожденных, сюда же у нас приходят и осмотры пациентов маломобильных, палеоативных пациентов. То есть все в единой структуре. Проект поэтапно внедрялся в течение полутора лет. Первопроходцами быть нелегко, но благодаря открытию отделения вызовов на дом медицинская помощь для людей станет доступнее. В отделении будут работать 40 специалистов. Весь городской округ условно разделен на 4 зоны, к каждой из которых будет прикреплены бригады врачей. Информацию о новых вызовах будут отправлять онлайн. Таким образом, отделение позволит принимать и обрабатывать до 750 вызовов за смену. На выезде у врачей будет все необходимое оборудование и инструменты. Я не реаниматолог, но я постараюсь показать, что выглядит. Такого рода здесь свет, батарейка вставляется в горло, потом устанавливаются трубки разных размеров. Открытие офиса стало возможным благодаря договоренностям администрации округа и застройщика микрорайона Брусника. Бутай Бутаев подчеркнул, что прием пациентов в отделении вестись не будет. Посетить врача по-прежнему можно только в поликлиниках и амбулаториях. В этом все будут находиться и фельдшера, и врачи. В том числе здесь будут проводиться телемедицинские консультации. Потому что бывают такие моменты, когда не совсем обязательно надо приезжать, когда можно решить или откорректировать какие-то вопросы удаленно. Здесь также будет возможность удаленно продлевать больничные листы, если это необходимо. Но будет достаточно функциональное такое подразделение. Отделение не станет заменой службы скорой помощи. Например, в случае, если пациенту требуется экстренная госпитализация, это по-прежнему остается прерогативой неотложки. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Уже прошло около полугода с тех пор, как в полную меру функционирует это отделение. Действительно ли снизилась нагрузка от тех терапевтов, которые занимались именно этой работой, которые теперь, как я правильно понимаю, занимаются именно сотрудники этого отделения вызовов на дом? Вы абсолютно правы, Юля. На самом деле мы начали, сразу скажу, это достаточно тяжелый проект для реализации. Он тяжелый именно, в частности, внедрение и адаптация этого отделения в существующую систему. Систему, да. Это достаточно непросто было. Мы его начали отрабатывать где-то за года полтора. Может быть, за года полтора начали отрабатывать. И он у нас функционировал. Единственное, что не было такой постоянной локации в одном месте, где это отделение могло бы функционировать. Но хочу сказать, что на самом деле мы много говорили про этот проект. Наверное, здесь, наверное, есть смысл сказать уже о какой-то его эффективности. Ну, какой? Ну, в первую очередь, конечно же, мы этим отделением, в этом отделении наши сотрудники ездят на вызова взамен тех врачей, которые находятся на приеме. Ну, как это было раньше. Сидит врач, с утра до обеда в поликлинике принимает. Потом с обеда до вечера начинает... Объезд пациента. Объезд пациента. Совершенно верно. Ну, и, соответственно, это и... Ну, и врача в том числе жалко, да. То есть, и в том числе, значит, у нас выпадает доступность к этому специалисту. Ну, и самое главное, то, что у нас не было такой некой преемственности от первичного осмотра пациента на дому, значит, к следующему доктору, который будет его осмотреть через какое-то время. Не было, так называемой, онлайн-передачи этих пациентов из рук в руки. Ну, мы все это сделали. Значит, сейчас у нас есть такая некая онлайн-таблица, опять-таки, по зонам. У нас распределены бригады, и каждая бригада, все эти бригады по зонам. Берут только по зонам в онлайне, значит, эти заявки на оказание помощи на дому. То есть, они не метаются по всему городскому округу. Это раз. И, во-вторых, мы объединили туда абсолютно все профили, в том числе и патронаж новорожденных. Это и неотложка, это и палеотив, это маломобильные граждане. Ну, всех, всех, кого осматривали на дому. И начали расширять сам функционал этого осмотра на дому. Есть у нас такие ситуации. То есть, ну, во-первых, практически у всех бригад есть аппараты ЭКГ, которые по удаленке передают информацию, значит, в поликлинику, врачу функциональной диагностики, который описывает и сразу в онлайне вносит в электронную карту пациента. Опять-таки, возможно взять анализы при необходимости острые. Плюс у нас бывают такие заявки для маломобильных граждан, когда им нужно будет посетить разных специалистов, когда их должны посетить разные специалисты, узкие специалисты. И это тоже производится. Ну, знаете, на самом деле, я же говорю, этот проект, он достаточно тяжелый, но он очень интересный, он очень перспективный. Ну, наверное, в этом будущее, где мы действительно сможем болеющего пациента не гонять там по поликлинику за каким-то там обследованием, а может это проводить на дому. Ну, тоже, да, вот продление больничного... Совершенно верно. В рамках телемедицины, кстати говоря. Совершенно верно. Продление больничного листа. То есть, это можно делать по удаленке, да. Ну, вообще, достаточно много интересных проектов, если говорить про узкие специалисты, внедрили. Один из самых первых, это был все-таки выезд узких специалистов во все наши амбулатории, во все наши подразделения. Два раза в месяц это очень востребованно оказалось. И вот это дало какую-то основу для определенных дальнейших проектов и событий. Ну, значит, что хочется отметить, то, что... Здесь еще вот эта вот достаточно здоровая и правильная коммуникация с застройщиком, да, где действительно он должен был сделать офис врачебную практику, условно говоря, который, да, он нужен, но вот хотелось бы, чтобы все-таки это помещение было более функциональным. Вот. Они нам оснастили, значит, этот офис. Мы пообещали, что, значит, в первую очередь, вызыва будут обслуживаться, безусловно, в этом... Жители этого района. ...живого комплекса, да, в котором это все было поставлено. Это так и происходит. Вот. У нас специальная униформа, у всех одинаковая. Полное оснащение, значит, и ящиков для препаратов. В санитарные автомобили. То есть у нас достаточно вот такой вот интересный проект. Им заинтересовался этим проектом, но он сам модульный. Его можно докручивать, можно убирать местные состоящие. И заинтересовался этим проектом наш Минздрав. И сейчас уже в данный момент практически во всей области уже транслируется, значит, и внедряется этот проект. Также у нас сейчас этот проект проходит экспертизу, федеральную экспертизу для дальнейшего потом внедрения во всей нашей стране. Поэтому я думаю, что он такой вот ценный. Приятно быть первым. И автором. Ну, кстати говоря, об авторских методиках. Что касается работы сотрудников стационара ВКБ. Их тоже немало. Есть какие-то прям самые выдающиеся, наверное, самые любимые, я не знаю, которыми гордитесь? Все 1600 человек наших сотрудников. Всеми горжусь. Безусловно, все, каждый по-своему интересен. И у каждого есть свой потенциал. Каждый по-своему раскрывается. Ну, а для того, чтобы оценить, наверное, работу, понятно, что нам всегда есть куда стремиться к усовершенствованию. Но, опять-таки, вот недавно даже читал такую заметку про нашу больницу, где наши лор-врачи вытащили пульку из уха. Есть такая площадка ШОТ. Ну, вы знаете, в последнее время очень много сообщений о том, что видновские врачи спасли, помогли. Вот, я про это. Вы абсолютно правильно говорите, Юля. Вот, наверное, вот здесь должна быть все-таки показатель работы какой. То есть, понятно, что не каждый может знать, чем занимаемся и так далее. А если человек, тем более, не столкнулся с этим направлением, может быть, и не поверить, потому что там действительно что-то делается. Ну, хочу сказать честно, нас вот СМИ любят. Вот, и спасибо вам за вашу любовь к нам тоже. Это и федеральные СМИ и так далее, потому что действительно очень интересные такие сюжеты продуцирует, как говорится, наша больница. Ну, и в том числе по вот такому показанию помощи такой неординарной. Ну, и, наверное, все-таки планы есть на дальнейшее развитие. Не поверю, что на достигнутом остановится руководство видновской клинической больницы. Может быть, вы нам что-нибудь такое эксклюзивное расскажете, чего ожидать? План-то всегда есть. И вот один из... Здесь даже больше не плана, больше, наверное, потребность. Потребность, это, конечно же, капитального ремонта нашего головного стационара, который очень давно не ремонтировался. Мы, конечно, всячески стараемся поддерживать работу и коммуникации и так далее, но все-таки есть усталость всех этих коммуникаций. В том числе есть потребность в постройке нового корпуса с дополнительными профилями. Стационарные. Да, и в том числе разделить детских детей пациентов и взрослых, чтобы не было смешанного размещения в отделениях. Да, у нас как эта больница, она подразумевает такое. Ну, тоже, как вы правильно сказали, это несовременно. Поэтому сейчас вот мы обсуждали эту ситуацию и с нашим главой Станиславом Анатольевичем Катаром. Мы обсуждали с первым зампредседателем правительства Московской области, это Балатаева Леонид Сергеевна. И сейчас у нас вот готовится такой проект, ну, до конца, непростой проект, его надо будет, конечно, прорабатывать. Что делать? Значит, сначала строить корпус, потом ремонтировать капитально, ремонтировать здание. Либо наоборот, ну, это все должно быть такой вот прям досконального, доскональной проработки, да, чтобы не пострадали наши жители при оказании медицинской помощи, при сокращении медицинской помощи, чтобы не упустить наших сотрудников во время того же самого капитального ремонта без построек. Ну, то есть, такой непростой проект, но он очень нужный и он очень интересный. Он очень интересный, потому что мы действительно сможем дать новые профили и дооснасти еще более новым современным оборудованием. Несмотря на это, у нас сейчас, хоть и оснащается, сейчас у нас восстанавливается МРТ новый и КТ, новый аппарат в стационаре. Ну, все равно, значит, при постройке нового корпуса там будет еще дополнительное оборудование и думаю, что он будет много функций. И проходимость этого оборудования будет выше, ну, и, соответственно, диагноз более точнее и лечение более лучше, эффективнее. Ну, мы желаем, чтобы все эти мечты, которые в первую очередь благо дают пациентам, жителям, непременно исполнились. Спасибо большое, спасибо. Вы так дальше еще раз поздравляем с 60-летним юбилеем вас и весь ваш коллектив. Спасибо вам за то, что вы лечите, ставите на ноги, помогаете. Спасибо, Илья. Вам, значит, всем и нашим жителям наикрепчайшего здоровья, благополучия, побольше хороших событий в жизни и, конечно же, счастья. А мы всегда рядом. Спасибо вам большое за сегодняшний вечер. эфир, уделенное время. Ну что ж, наш прямой эфир подошел к концу. Напомню, что у нас в гостях был главный врач Видновской клинической больницы, Бутай Гадарович Бутаев. А мы с вами не прощаемся. Оставайтесь с Видное ТВ. Не забывайте следить за нашими новостями и подписывайтесь на Видное ТВ в социальных сетях. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok